Товарищи военные, рассказывайте, что самое-самое тяжелое в прохождении полосы разведчика? У каждого, наверное, свое. У тебя лично? Лисия нора. Самая такая неинтересная и тяжелая. И в чем она такая тяжелая? Там заснутое пространство и пыль. Фобия появляется? Чуть-чуть. Чем чаще проходишь, тем легче становится проходить полосу. Привыкаешь к всяким элементам разным. И помогаешь уже, знаешь, как подстраховывать, как помогать друг другу. Как говорится в кодексе чести, дружба и войсковое товарищество – это жизнь при выполнении боевых задач. Такая полоса разведчика – единственная в вооруженных силах Приднестровья. Процесс постройки был достаточно трудоемкий. Многие элементы мы придумали сами и дооборудовали их самостоятельно с помощью интернета. Многие военнослужащие помогали, вносили свою левту в полосу разведчика. Бетонные блоки, которые были давно заброшены, они их и расчищали, и приносили свои какие-то веревки, подручные средства. И тем самым добились хорошей полосы разведчика. Дорогие друзья, прямо сейчас мы попытаемся пройти несколько элементов полосы препятствий. Сергей, расскажите, как правильно проходить этот подвесной мостик? То есть, как правильно я должна держать автомат? Есть какие-то правила? Подвесной мост проходит с помощью держания за канат. Также автомат плечом под мышку вы ставите и палец на крючке. Ну, на самом деле, это не так уж и тяжело. Тяжело держать автомат и передвигаться быстро. А, ну, когда страхуют настоящие военные, это не страшно. После преодоления моста военнослужащие предложили мне пройти инженерное заграждение, чтобы я не решила, что все так легко и просто. Мне стало интересно испытать свои силы. Берем автомат за ручку, в магазин, ставим так. Потом, следующее время, соединимся в колене. И движ корпусом, локтями. И голову держим ближе к змею. Ногами там, ногами работай. Голову ниже. Мне на самом деле удалось пройти только два элемента волосопрепятствий. И, конечно же, с нарушениями. И, действительно, это очень тяжело. Так что служба спецназа – это, конечно же, дело только мужское. И слава спецназу! Преодоление общевойсковой тропы – только малая часть того, что должен уметь боец. А о том, какие еще занятия проводятся в спецназе Министерства обороны, узнаете из следующего сюжета рубрики «Ротоподъем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова